Друзья, Новый год уже близко и самое время строить свои планы и узнать, на каких сферах жизни будет главный акцент в 2024 году. Поэтому в этом видео мы будем разбирать годовой прогноз для восходящих козерогов. А это канал AstroGuide, твой проводник мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Продолжение транзитов планет И мы посмотрим, какая планета, где будет находиться в вашем гороскопе и, соответственно, сделаем выводы. Что это может дать в жизни каждого из вас? Я также напоминаю, что на этом канале я рассматриваю гороскоп в ведическом стиле. И в описании под видео размещена ссылка на сайт, где вы можете построить свой персональный гороскоп и узнать свой восходящий знак. А план видео у нас с вами следующий. И сначала мы с вами рассмотрим длительные транзиты. Это транзиты Сатурна и Юпитера, Раху и Кету. И я уже рассказывала на этом канале, что транзит Сатурна длится у нас 2,5 года в одном знаке. Юпитер в одном знаке пребывает 1 год, а транзит Раху и Кету в одном знаке Зодиака длится 1,5 года. То есть это транзиты, которые оказывают, ну прям, очень серьезное воздействие на жизнь человека. Затем мы с вами посмотрим периоды ретроградных планет. Потом мы обсудим коридоры затмений. И напоследок, как вишенка на торте, сделаем обзор каждой сферы жизни. То есть сферу здоровья, карьеры, личной жизни, ну и, конечно, финансов. Куда же без них, потому что это наиболее запрашиваемые темы на наших консультациях, на консультациях астролога. Ну что, давайте мы с вами приступим к разбору. Восходящие козероги. И у нас появляется отображение вашего гороскопа с положением планет, их аспекты. И начнем мы с анализа Сатурна, который на протяжении всего 2024 года будет находиться во втором доме вашего гороскопа. Второй дом — это дом ресурсов человека, как материальных, так и нематериальных, которые влияют на жизнедеятельность человека. И в первую очередь Сатурн затронет именно финансовую сторону козерогов. И именно деньги, финансы станут одной из самых ключевых тем для вас на ближайший год. Потому что там, где стоит Сатурн, всегда приходит много забот, возможно, проблем и ситуаций, которые необходимо будет решать, проявляя вот именно свое терпение, собранность и сосредоточенность. И, конечно, при таком транзите Сатурна человек сильно озадачен и озабочен своим материальным положением. Причем как настоящим, так и будущим. И у кого-то из вас это уже могло проиграться как ограничение по получению денег. Например, вы договорились с кем-то о купле-продаже, и клиенты могут немножко дольше думать, чем обычно они принимают решение. Либо, например, будут какие-то препятствия на законодательном уровне для получения денег. Либо это могут быть другого рода какие-то препятствия. И как результат вам придется качественно обдумывать каждый свой шаг, свою финансовую стратегию и пути достижения поставленных перед собой материальных целей. И у кого-то это может проиграться как, например, уменьшение заработной платы. Либо возможности по дополнительному заработку тоже куда-то улетучиваются, или их становится гораздо меньше. Причины могут быть абсолютно разные. И не все зависит именно от вашей воли, от воли человека. Например, на вас также могут повесить какой-то дополнительный объем работы, но при этом за те же деньги, без повышения зарплаты. И такое положение Сатурна, оно призывает человека научиться именно финансовой грамотности, правильному распоряжению деньгами, правильному распоряжению своими ресурсами. Поэтому в идеале вам надо завести какие-то таблицы или другие учетные программы, которые позволят вам вести бухгалтерию, как профессиональную, так и бытовую, учитывая каждый приход и расход, чтобы, ну скажем так, дебет с кредитом сходился, и чтобы вы могли здраво управлять своими финансами в долгосрочной перспективе. И планировать, ну скажем так, наперед возможность каких-то трат, возможность каких-то заработков и так далее. И все-таки, если вы работаете на каком-то производстве, то, конечно, могут возникать какие-то непредвиденные производственные проблемы и ситуации, в которые вам придется погружаться именно с головой. То есть, например, в какие-то промежутки времени будут, например, снижаться объемы производства, если вы там чем-то торгуете, да, или если вы там что-то продаете. Также может снижаться объем транзакций, либо могут быть трудности с финансированием, или какие-то дополнительные непредвиденные расходы. Поэтому такие ситуации однозначно могут возникать, в том числе для того, чтобы вы выработали вот эту новую финансовую стратегию, отказались от старого и неработающего алгоритма, и для того, чтобы внедрили в свою жизнь, ну, новый и более качественный подход. Ну, например, кому-то из вас надо найти для себя, в том числе, новые источники дохода, которые вот будут работать на вас, в том числе в долгосрочной перспективе, либо кому-то из вас придется сменить вектор своей работы, который тоже будет для вас более благоприятен именно в долгосрочной перспективе. И, конечно, в этот период времени может быть очень сложно откладывать, либо накапливать деньги, потому что второй дом – это также про нашу кубышку. И деньги в этот период у вас не откладываются, а они, наоборот, могут сливаться, либо инвестироваться в какое-то другое направление, которое вот в последующем, в том числе, начнет приносить хорошие плоды, именно в долгосрочной перспективе. Либо будет приносить там проценты, например, от каких-то вложений, либо прибыль от вложения в какой-то бизнес. То есть, опять же, у каждого из козерогов это будет своя ситуация. И в какой-то степени в этот период даже придется вести режим экономии и тщательно планировать свои траты, потому что Сатурн на самом деле не любит спонтанности, он не любит эмоций, он любит, когда все посчитано, рассчитано, причем по нескольку раз, и тогда можно вкладывать, можно вкладывать, можно инвестировать. Кто-то из вас может делать достаточно крупные покупки, например, которые в том числе будут служить долго. Ну, например, покупать землю, покупать недвижимость, покупать автомобиль, либо какие-то другие крупные предметы. И также замечу, что при приобретении этих вещей могут возникать какие-то непредвиденные ситуации, что-то из серии, ну, что каждую покупку все-таки надо выходить, и надо время для того, чтобы вот еще раз убедиться, что действительно мне эта вещь нужна, и я ей буду пользоваться именно в долгосрочной перспективе. А не так, ну, что вы на эмоциях там приобретаете, вот понравилось, поэтому быстро-быстро покупаем, потому что тогда есть риск, что сделка у вас сорвется, да, и вот кто-то в последний момент передумает, либо, например, банк не оформит кредит и так далее. То есть еще раз повторю, что в момент совершения какой-то сделки все должно быть просчитано, то есть по полочкам разложено, алгоритм покупки и заключения сделки он расписан, документы подготовлены, перепроверены, и если у вас вот все будет качественно спланировано, тогда приобретение либо продажа чего-то пройдет у вас успешно, как по маслу. И также второй дом — это про нематериальные ресурсы, то есть это ваша энергия, время, силы, и по-хорошему тут тоже надо навести порядок, да, то есть правильно распределить на какие дела, сколько энергии вы тратите. Завести, например, ежедневник, либо гугл-календарь, согласно которому вы будете жить, ну, и скажем так, по расписанию, иначе в ваших делах просто будет твориться хаос, и вы с головой погрязнете в работе и в режиме многозадачности, что вследствие приведет вас, конечно же, к очень сильной усталости и даже выгоранию. А это еще может в том числе сказаться на вашей психике, так как все-таки у нас Сатурн аспектирует четвертый дом гороскопа, и получается, что ваше моральное состояние, оно может быть очень тяжелым, вследствие чего появится вот апатия к жизни, либо апатия к работе, к близким людям, потому что вы сами по себе будете пребывать вот в какой-то нирване от вечного круговорота проблем и ситуаций, которые надо решать. Либо опять же в этот период вы еще больше возложите на свои плечи ответственность за свою семью, за своих близких, и вот это ощущение долга тоже будет вас угнетать, и в какой-то степени вы будете вкладываться, стараться, чтобы сделать для других что-то лучше, брать за них ответственность. Но при этом в ответ вы можете не всегда получать обратную связь, и будет вот такое ощущение, что как будто вас в семье не любят, не ценят, а только хотят конкретных действий, помощи и финансовой поддержки. И, конечно, этот аспект, как мы уже говорили, может в том числе дать вам вложение в движимое, в недвижимое имущество, в землю, в обустройство дома, возможно, кто-то будет делать ремонт, покупать новую мебель, наводить дома порядок, либо кому-то эта недвижимость в том числе может достаться по наследству, потому что все-таки Сатурн аспектирует восьмой дом вашего гороскопа, и он в том числе может поднимать вопросы касательно наследства, либо каких-то страховых выплат, которые вам полагаются. Также могут быть задержки в получении этих выплат, либо они будут меньше по размеру, чем вы на то рассчитываете. И, конечно, такой аспект в том числе может давать вам какие-то страхи, что вы можете остаться, например, без денег, без работы, без какой-то опоры, но при этом это всего лишь страхи, которые вам на самом деле надо всего лишь проработать, применяя более практичный подход, когда вы пошагово расписываете дальнейшую стратегию своей жизни, своих действий, и, по крайней мере, эту стратегию надо, ну, как минимум на ближайший год написать, для того, чтобы вы максимально четко видели картину, куда вы идете, зачем вы идете и так далее. И, конечно же, при таком положении Сатурна доходы ваших партнеров, либо ваших супругов, они в том числе могут уменьшиться в этот период, либо семьей вашего партнера могут возникать у вас какие-то недопонимания, трудности в отношениях, и вы, ну, в какой-то степени просто постараетесь ограничить свое общение, ну, потому что еще вам вот этих разборок, скажем так, не хватало, когда у вас, по сути, и так большая ответственность перед своей семьей. И также Сатурн аспектирует 11 дом гороскопа, это также про распоряжение своими деньгами, про учет, про бухгалтерию, и это все становится, ну, скажем так, как бы указание в квадрате, да, про то, что говорилось, что если вы рассчитываете получать какие-то премии, дополнительные награды, то для достижения вам понадобится очень много усилий и много стараний с вашей стороны, потому что просто так за красивые глаза, ну, никто премии вам выписывать не будет, и, по сути, вам придется приложить вот много усилий, и самое важное, качественно выполнять свою работу, а не гнаться за количеством, для того, чтобы вот как итог получить эту премию. И 11 дом, это также про общение с друзьями, с единомышленниками, с аудиториями, либо с влиятельными людьми, и в ваших отношениях с окружающими может присутствовать в какой-то степени, ну, такая небольшая напряженность, либо подозрительность, либо какая-то отдаленность, возможно, в том числе в результате вашей повышенной трудоспособности и многозадачности. Но по факту, если вы правильно реорганизуете свое пространство, наведете порядок в своем распорядке дня, пропишете стратегию, стратегию действий, да, уберете вот эту напряженность, подозрительность по отношению к другим людям, тогда в своем окружении, вот среди единомышленников и даже среди влиятельных людей вы установите очень хорошие, качественные контакты, которые позволят вам заключать долгосрочные сделки, долгосрочное сотрудничество и даже позволят вам в какой-то степени выйти на новый уровень отношений. И эти люди, в свою очередь, в том числе могут поспособствовать тому, чтобы вы получили долгожданную премию, либо долгожданный контракт, либо новую должность, поэтому однозначно вам следует учиться выстраивать отношения в коллективе, либо на работе, да, либо там со своей аудиторией в социальных сетях, со своими клиентами, потому что чем прочнее ваши связи и чем больше людей в вашем окружении, тем по факту больше возможности к увеличению вашего финансового потенциала. И также я еще добавлю, что в этот период очень важно поработать над своим питанием, над своим образом жизни и над своим иммунитетом, потому что на самом-то деле у вас по гороскопу могут возникать проблемы с зубами, либо с желудочно-кишечным трактом, и могут быть в том числе проявлены простудные заболевания. И, конечно же, важно организовать правильное питание, либо кто-то может заняться, например, своими зубами и, как вариантом, исправлять прикус, да, кто-то будет ставить брекеты, кто-то устанавливать импланты. Ну, кому-то из вас достаточно все-таки будет просто провести гигиену и залечить все зубы. Поэтому однозначно фокус внимания на здоровье в этот период времени тоже необходимо держать и соблюдать. Далее мы переходим к обсуждению Раху и Кету, которые однозначно дополнят наш прогноз, хотя мы с вами уже на этом канале обсуждали, есть видео про Раху и Кету, где более детально я рассказывала, а что же все-таки вам принесет это положение. Поэтому вы можете вернуться к этому видео, еще раз посмотреть, а что же конкретно вам обещает этот транзит. Ссылка в описании будет под этим видео. А сейчас я вкратце напомню. И разбор мы с вами начинали с обсуждения положения Кету. То есть это та сфера, в которой вам надо навести порядок и расставить все точки над И. А Кету у вас находится в девятом доме гороскопа. А это значит, что в первую очередь будут подниматься вопросы касательно вашего отца. И мы с вами говорили, что ваш отец может либо нарваться на каких-то мошенников, либо он будет обманут по каким-то другим вопросам. Но у кого-то из вас может проиграться просто, вот что отношения с отцом охладеют, и вы, например, станете с ним как бы меньше общаться, потому что у вас появится много других своих забот. У кого-то проиграется так, что отец, например, серьезно может заболеть. Или, например, вы работали вместе с отцом, и в этот период ваш отец как бы отходит от дел. И вот все обязанности лягут на ваши плечи. Но опять же, и Сатурн, который мы с вами обсуждали, находится в своем транзите в шестом доме от дома отца, что также указывает на долги, враги, болезни именно для вашего отца. Поэтому однозначно можно сказать, что отец либо заболеет в этот период, и, возможно, даже проявится какое-то хроническое заболевание, либо он будет, например, втянут в какую-то неприятную ситуацию, когда активизируются вот эти его враги, и, ну скажем так, ему придется сражаться за свою честь, достоинство, репутацию, либо отстаивать какие-то личные границы, это могут быть и судебные разборки в том числе. Либо этим врагом для своего отца вполне возможно, что станете вы. И именно в ваших отношениях будут какие-то споры и разборки, после чего ваши отношения в том числе могут прекратиться, ну и, скажем так, как-то охладеть. Также у вас могут подниматься какие-то вопросы с властью, с государством, либо с какими-то влиятельными, авторитетными людьми, когда они, например, обещали вам одно, а по факту будет получаться другое, что также может вызывать какое-то напряжение по Сатурну, о котором мы с вами в том числе говорили. Возможно, издадут какие-то новые законы касательно вашего вида деятельности, либо против вас будет выписано какое-то ошибочное постановление, либо штраф, либо, например, кого-то из вас специально захотят прижать к стенке на государственном уровне и таким путем будут создаваться препятствия именно в рамках законодательства. Девятый дом — это также у нас про наших учителей, наставников, руководителей, и в том числе могут возникать проблемы в общении с этими людьми, и, возможно, кого-то из них вам придется вычеркнуть о своей жизни, да, или с кем-то из них придется попрощаться, потому что, ну, ваши дороги однозначно разойдутся. И также будьте предельно аккуратны в своих поездках, путешествиях, либо когда вы пытаетесь оформлять какие-то документы, то обязательно в том числе доверяйте только проверенным людям и, ну, остерегайте шарлатанов, да, которые в том числе могут добавить вам проблемы, а такая тенденция имеется. Ну, и также это хороший период для того, чтобы навести порядок в своих каких-то религиозных убеждениях, в своих взглядах на жизнь, в своем мировоззрении и так далее. А вот параху в третьем доме можно сказать, что, ну, это сфера коммуникаций, и вам однозначно придется учиться выстраивать свои отношения с другими людьми, вам захочется иметь больше контактов. Вполне возможно, что это могут быть в том числе и знакомства с иностранными клиентами, с иностранными партнерами, единомышленниками. Но тут вам важно соблюдать все-таки одно правило, потому что для того, чтобы быть понятым и принятым в обществе, старайтесь все-таки выражать свои мысли более плавно и абстрактно, с какой-то вот ноткой философии, а не рубить правду матку вот прямо в лоб, как вы, по сути, привыкли. То есть, ну, добавьте в свою речь немножко воды, сделайте такие посылы в своей речи более универсальными, чтобы как бы обо всем, но и в то же время ни о чем. То есть, вот чтобы вас не запутать, говорить можно много и красиво, но делать при этом в том числе надо качественно и по существу. И по этому транзиту многим из вас захочется проявляться в том числе в социальных сетях. Возможно, кто-то из вас начнет вести свой блог, да, либо публиковаться в СМИ, поступать на разных площадках, медиаплощадках, то есть для того, чтобы выстраивать вот этот контакт со своей аудиторией. И, возможно, кто-то из вас захочет, например, создать свой продукт, ну, там, записать курс обучающий, или это будет продвижение своего хобби в массы, например, из серии, там, написать книгу, записать какую-то песню, либо там заняться рукоделием, либо обучение музыке, репетиторство, или оказание каких-то других услуг населению и так далее. И вот эта ваша деятельность может стать у кого-то в том числе хорошим дополнительным источником дохода, да, у кого-то это вполне может стать и основным источником, ну, из серии предпринимательской деятельности. Когда вы встречаетесь с людьми, подписываете договора-контракты, да, договора на оказание каких-то услуг, либо это в том числе договора-контракты относительно, там, купли-продажи чего-то, и также кто-то из вас начнет в том числе организовывать свои мастер-классы, либо кружки по обмену информацией и знаниями, то есть, ну, типа нетворкинги, потому что такое положение Араху обещает много социальной активности вам. А также Араху аспектирует седьмой дом гороскопа, а это сфера отношений, брака, бизнес, партнерства, поэтому вполне возможно, что даже вот с кем-то из своих иностранных клиентов, либо своих иностранных партнеров, вы можете подписать соглашение о сотрудничестве, или опять же в вашем окружении будет много иностранных клиентов. Также кто-то из вас может устраивать, например, свою личную жизнь с иностранцем, а если вы все-таки уже женаты, то можно сказать, что вам захочется, ну, скажем так, каких-то приключений, которые впоследствии могут привести вас к проблемам в личной жизни. Поэтому однозначно смотрите аккуратно и не навредите себе, если дорожите своими отношениями к браке. И также Раху у нас аспектирует 11-й дом гороскопа и раздувает вот ваше желание иметь больше денег, иметь больше источников дохода, иметь больше влияния в бизнесе, развивать его, расширять, выходить в массы. Но помните, что в любом вашем действии должен применяться стратегический подход именно вот по Сатурну. Все должно быть пошагово распланировано, взвешено, ну, как бы из серии, а стоит ли игра свеч на самом-то деле, либо не стоит. И также можно сказать, что в жизни ваших братьев и сестер могут происходить какие-то очень важные и значимые события, да, то есть кто-то, например, женится, кто-то разведется, у кого-то родится ребенок, кто-то, например, откроет свой бизнес, и это событие однозначно не пройдет мимо вас, да, и в том числе может потребовать вашей помощи и внимания. Ну, а мы с вами все-таки переходим к обсуждению третьей планеты. Это планета Юпитер, и до 1 мая 2024 года Юпитер будет находиться в знаке Овна, а это четвертый дом вашего гороскопа. И как мы говорили, тут вот происходит двойное влияние Сатурна и Юпитера на четвертый дом гороскопа. А значит, на протяжении 2023 года, когда у вас уже могли подниматься вопросы касательно недвижимости, и вполне возможно, что кто-то из вас мог приобрести недвижимость, кто-то, например, уже получил ключи и стал делать ремонт, кто-то делал уже перестановку мебели в доме, да, кто-то мог приобрести, например, офис какой-то новый, либо кто-то из вас мог переехать в новое съемное жилье, но кто из вас еще не столкнулся с этими вопросами, тогда у вас этот коридор однозначно открыт до 1 мая 2024 года. Или может быть тоже такой вариант, что вы находитесь, например, сейчас в процессе приобретения недвижимости, либо в процессе ремонта, и тогда вот этот процесс завершится до 1 мая 2024 года. И Юпитер у нас однозначно указывает на какие-то крупные вложения и расходы на тему недвижимости, а также могут быть расходы на вашу семью и потребности ваших сожителей. И с одной стороны, вот перед вами есть новые возможности, да, но с другой стороны, мы с вами помним, что по Сатурну должен присутствовать какой-то новый расчет, пошаговый план осуществления вашей задумки. То есть по Юпитеру вы фантазировали, да, а по Сатурну потом положили все структурированное на бумагу. И также четвертый дом — это про внутреннее ощущение счастья. И вы склонны больше мечтать о том, как вы будете счастливы, ну, либо сами по себе, либо в отношениях со своей семьей, но это опять же ваше желание и стремление. А вот по факту Сатурн будет вам искажать вот эту реальность и отягощать ваше состояние. И вполне даже может произойти какое-то разочарование в ком-то из близких людей, да, в ком-то из членов вашей семьи, например. И вы даже можете задуматься, ну, там, о разводе. Или у кого-то из вас появится желание разъехаться. Или вот просто на время, как бы, спрятаться от своей семьи, взять какую-то паузу в отношениях, ну, как вариант, вследствие из-за тех проблем и ситуаций, которые в том числе могут возникнуть в отношениях в семье, там, супруга или супруги, да, или вследствие каких-то финансовых вопросов, или, например, по каким-то другим отягощающим причинам. То есть кто-то из вас может даже начать жить на два дома. То есть, ну, обстоятельства у каждого, конечно же, будут свои, другие, которые будут приводить вас к этим мыслям. Но, тем не менее, Сатурн будет вас отрезвлять и не позволит наломать дров. Хотя вот это желание дарить, ну, больше добра, быть щедрым по отношению к окружающим, оно по факту-то никуда не денется. Но, опять же, могут быть расстройства, потому что вас не оценили как результат по достоинству. И также этот период может дать вам поездки, командировки, какое-то временное пребывание в другом месте жительства, либо в другой стране. Еще как вариант, ну, кто-то из вас вполне может заняться расширением своего штата сотрудников, если вы этого до сих пор еще не сделали. И вот мы с вами говорили, что кто-то из вас может упаковать свои знания и свои навыки, записать даже обучающий курс, или создать какой-то иной продукт, ну, для дальнейшей реализации своей экспертности. И вот, опять же, Юпитер нам это подтверждает, что вы можете работать, например, из дома, создавать вот этот продукт у себя в доме, либо в своем каком-то новом офисе, который вы можете там арендовать, либо приобрести, либо вы будете консультировать людей удаленно из дома или из другой комфортной для вас обстановки. Ну, там, например, кто-то может в кафе работать. И, конечно же, такой Юпитер благоволит тому, чтобы вы больше погрузились в тему психологии. Вполне возможно, что кто-то из вас пройдет даже несколько сеансов у психолога, а кто-то начнет самостоятельно изучать психологию и какие-то иные духовные практики. Тем более, что Юпитер аспектирует 8-й, 12-й дома гороскопа, а значит, он расширяет ваш интерес к работе над собой, над своими внутренними процессами, дает интерес к духовным и эзотерическим практикам, и вот в какой-то степени, в том числе, заставляет пересмотреть свою жизнь, свои жизненные смыслы и ценности, и особенно касается это семьи, быта и семейных традиций. Ну, и также Юпитер все-таки у вас аспектирует 10-й дом гороскопа, а значит, вполне могли происходить уже изменения касательно вашей карьеры и рабочих процессов, и вполне вероятно, что вследствие каких-то финансовых ограничений на работе вы даже вполне самостоятельно могли написать заявление на увольнение и уволиться по собственной инициативе. Ну, либо вы это еще сделаете. Либо, опять же, это перемены вследствие того, что вы запускаете какой-то собственный проект и собираетесь работать на себя, например, самостоятельно консультировать, консультировать, работать самостоятельно на фрилансе, либо, например, откроете свое представительство, какой-то свой бизнес. Причем, вполне возможно, что вы можете даже взять деньги в кредит, либо найти инвестора, который вам поможет с реализацией вашей задумки. И также в этот период могут происходить важные события в жизни вашей матери, либо ваша мать может держать какую-то информацию в тайне и в секрете от вас, например, касательно своего здоровья, что в последующем вызовет необходимость с вашей стороны пожертвовать какими-то своими делами, своим временем, своими интересами ради того, чтобы помочь матери, потому что ей нужна будет ваша помощь однозначно. И также вполне возможно, что тема, из-за которой вам придется вовлекаться активно в жизнь матери, будет касаться и не сферы здоровья, а это могут быть абсолютно другие, например, тайные направления, ну, касательно, например, ее какой-то профессиональной реализации, да, либо проблем в рамках ее работы и так далее. И тем не менее, это будут ситуации, которые в том числе потребуют ваших усилий, вашего вмешательства. И еще, как вариант, кто-то из вас может даже углубиться в изучение своей родословной, да, в изучение истории семьи и так далее. Но после 1 мая 2024 года Юпитер переходит в ваш пятый дом гороскопа, и вектор внимания уже во второй половине года смещается на другие темы. И в первую очередь это такое положение продолжает как бы тему развития собственного проекта, создания своего детища. И появляется вот прям у вас жажда признания, когда вот хочется блеснуть во всей красе. И это прекрасный период для создания каких-то творческих проектов, как говорилось ранее. И кто-то из вас вполне может даже записать, например, свою песню. Кто-то из вас может написать какое-то свое литературное произведение. Кто-то из вас создаст и будет продвигать массу свой обучающий курс, да, как эксперт. И передавать свои знания однозначно другим людям. Причем вот информация идет вам достаточно как бы интуитивно и на бессознательном уровне. То есть вот больше тут надо действовать так, как именно вы ощущаете, а не думать головой. И такое положение также хорошо для личных достижений и для демонстрации своих талантов, результатов своего творчества, своих проектов. И вполне возможно, что кому-то из вас в реализации своих задумок могут помогать ваши братья и сестры, либо ваши друзья детства, например, либо ваши единомышленники, которые в том числе поддерживают ваши идеи. И также этот период у нас обещает получение какого-то образования. Но если, например, вы только поступаете в ВОЗ, то, конечно, вы поступите. Если вы заканчиваете какое-то обучение, то вы получите финальный диплом о прохождении этого обучения. Но и также вы можете вполне для себя даже приобрести обучение, либо экспертный опыт у более профессиональных людей по вашей сфере, для того, чтобы просто улучшить свои навыки и детальнее разобраться в какой-то теме. Чтобы в последующем вот эти приобретенные навыки вы могли монетизировать и использовать в своей работе, в своей профессиональной деятельности. Тем более, что Юпитер аспектирует все-таки девятый дом гороскопа, и он указывает, что в вашей жизни могут появиться новые учителя, новые наставники и более экспертные люди, которые готовы будут поделиться с вами своим опытом, своим мировоззрением, какими-то своими ценностями. И вообще этот период, он хорош для интеллектуального развития. Но даже если вы не будете, например, приобретать какое-то обучение, то вполне возможно, что вы будете заниматься саморазвитием, самообразованием, когда вот вы собственными силами тренируете какой-то навык, оттачиваете вот это мастерство. Хотя, конечно, вы можете посещать и мастер-классы, какие-то там, например, клубы по интересам, где вы можете обмениваться вот этим опытом, своими наблюдениями с командой единомышленников. И также пятый дом — это сфера романтики, увлечений, поэтому кто-то из вас станет, конечно, более активным в завоевании партнера. Кто-то из вас может даже влюбиться и уйти с головой в развитие вот этих новых отношений, и эти отношения вполне могут быть даже с иностранцем, либо с иностранкой. Но будьте начеку, потому что есть тенденция, что эти истории из-за романтической жизни могут быть какими-то немножко, ну скажем так, мутными, не совсем понятными, потому что Юпитер, ну всё-таки управитель 12-го дома, да, это дом тайн и потерь. И вот вполне вероятно, что Юпитер, он вам как даст эти романтические увлечения, так и заберёт их. И, конечно, пятый дом — это дом наших детей, и, с одной стороны, вам захочется больше времени уделять своим детям, их воспитанию. Возможно, вы даже пересмотрите методы своего воспитания, то есть измените, скажем так, свои взгляды на жизнь ребёнка и на стратегию его развития. И вам в том числе будет хотеться больше времени проводить именно с детьми в рамках каких-то, например, мероприятий, когда вы посещаете какие-то там концерты, театры, выставки, либо как иного рода развлекательные заведения. Но при этом же Юпитер, всё-таки, как вот управитель третьего дома в вашем гороскопе, он приносит соперничество в отношении с детьми. И у вас, ну, вам в определённые моменты может даже казаться, то есть возникнет такая мысль, что дети мешают вашей реализации, потому что они будут, ну, больше требовать вашего внимания, причём с каждым разом всё больше и больше, но у вас-то ресурс ограничен. Хотя у вас может проявиться и другой сценарий, потому что Юпитер — это всё-таки управитель двенадцатого дома, поэтому вы можете начать помогать, например, другим детям в рамках благотворительности. Ну, например, если у вас нет детей, либо вы планируете иметь ещё одного ребёнка, и к этой цели вы тоже можете идти на пролом, да, по третьему дому. И если вы всё-таки, например, забеременеете, то будьте аккуратны, особенно на ранних сроках, потому что вследствие чрезмерного стресса, вызванного другими обстоятельствами, вашей беременности может угрожать прерывание, либо это будет замершая беременность. И также Юпитер своим аспектом на девятый дом гороскопа может дать вам какие-то, в том числе, заграничные поездки, путешествия. Вполне возможно, что эти поездки будут с образовательной целью, когда у вас, скажем так, появляется возможность немножко по-другому посмотреть на ситуацию, либо перенять, например, чужой опыт для решения каких-то вопросов. И, конечно, Юпитер в своём периоде акцентирует тему отца, то есть, опять же, будут подниматься вопросы, о которых мы говорили ранее в этом видео, да, которые вам тоже придётся решать, расставлять все точки над «и» и в отношениях со своим отцом. И это будет проявляться в вашей жизни именно во второй половине 2024 года. Также Юпитер у нас аспектирует первый дом гороскопа и ещё раз нам подтверждает, что это прекрасный период для того, чтобы идти в масштаб, демонстрировать свою экспертность, заявлять о себе как о профессионале, работать над личным брендом, над собственным позиционированием и, соответственно, развивать свои таланты, то есть, показывать всем результаты собственного труда, да, и, возможно, даже самому становиться таким вот масштабным экспертом для других людей. И, кроме того, Юпитер у нас аспектирует 11 дом гороскопа, и на 11 дом гороскопа в целом у вас выпадает три аспекта планет. И, с одной стороны, это указание на то, что хочется больше денег, больше проявления своего влияния, своего авторитета, больше хочется коммуникации с единомышленниками. И такой аспект указывает, что деньги вам могут приходить из-за границы, либо, например, от иностранных клиентов, либо от иностранных партнёров. И также вполне возможно, что вы познакомитесь с более влиятельными и авторитетными людьми, которые в том числе могут помочь вам в продвижении по карьерной лестнице, либо в масштабировании вашего проекта. Но при этом всё-таки результаты, они полностью зависят только от вашего труда и от того, вот сколько вы вложите. То есть вот сколько вы вложите, будет такой результат, да, сколько вложили, столько, соответственно, и заработали. То есть вам всё равно надо соблюдать те принципы Сатурна, о которых я говорила в начале этого видео, потому что они никуда не деваются. И во всём должен быть расчёт и стратегический подход, в том числе по управлению деньгами, по их дальнейшему масштабированию и приумножению. Поэтому, дорогие козероги, в общих чертах на ближайший год ситуация вот по транзитам крупных планет у нас такая. Ну а мы с вами идём дальше и переходим к рассмотрению ретроградности. Есть у нас в астрологии такое понятие, как ретроградность планет. Это такие периоды, которые могут возвращать вас, ну как бы назад, в исходную точку, да, могут давать вам какие-то задержки, когда всё идёт не по плану. И тут важно либо какие-то хвосты и косяки доделывать, либо что-то надо будет переделывать, либо вообще подумать, а как лучше сделать, и вообще стоит ли это делать. И вот, например, вы видите на слайде периода ретроградного Меркурия, и я думаю, что вы однозначно все слышали про ретроградный Меркурий, потому что именно свои косяки, но я не говорю конкретно про козерогов, но вообще люди все свои косяки списывают именно на период бедного ретроградного Меркурия. Но, конечно, что рекомендуется делать в период ретроградного Меркурия, это перепроверять все свои договорённости по 10 раз минимум, уточнять у людей, правильно ли вы друг друга поняли, правильно ли вы друг друга услышали. Всё прописанное в документах обязательно тоже перечитывать по 10 раз, перепроверять, что вы подписываете. Если вы планируете начинать какие-то новые проекты, то в период ретроградного Меркурия делать это не надо, потому что они будут однозначно очень краткосрочными и непродолжительными. Также, если вы планируете устроиться на работу, то в этот период подписывать контракт, документы о трудоустройстве вам также не рекомендуется, иначе это сотрудничество, оно тоже будет очень краткосрочным, хорошо, если испытательным сроком закончится. Также, если вы планируете проходить какое-то обучение, например, то ваш запал однозначно может также быстро угаснуть, как, собственно, он и появился. Поэтому в этот период лучше отдыхайте, ничего важного не планируете. И мы с вами идем дальше. Также у нас Марс будет ретроградным с декабря 2024 года. И вот этот кусочек декабря, он мало того, что он будет ретроградным, так он еще будет находиться в самом худшем для себя знаке, в знаке своего падения. Именно с 20 октября по январь 2025 года. И находиться он будет в седьмом доме вашего гороскопа. А это дом про партнерские отношения. Это про отношения в личной жизни, профессиональной деятельности. То есть в целом про отношения. И Марс — это планета конфликтов. Поэтому в конце 2024 года, пожалуйста, ожидайте проблем и неприятных ситуаций со своими партнерами. Потому что у кого-то из вас может даже проиграться конфликт и в личной жизни. Ну, опять же, у каждого из козерогов будут свои обстоятельства. То есть у кого-то конфликт будет в результате новой влюбленности, у кого-то это проиграется, как, например, просто конфликт интересов и разногласий в паре. И аналогичная ситуация может быть в том числе и в бизнес-партнерстве, когда вы со своим партнером можете, например, что-то не поделить. Либо ваш партнер может наломать каких-то дров, принять, например, неправильное решение, невыгодное решение для бизнеса. И вот либо каким-то другим способом, например, вас подвести, что спровоцирует, соответственно, конфликт. Потому что по факту Марс — это планета борьбы, это планета агрессии. И он будет находиться в очень эмоциональном для себя знаке, в знаке рака, да, что будет провоцировать вас на очень яркие и агрессивные эмоции в отношениях, которые носят негативный характер. Но, опять же, для вас это в какой-то степени точка роста, когда к решению возникших проблем и ситуаций вам надо подойти именно с холодной головой и стратегически пошагово расписать план по решению возникшей проблемы, в том числе в отношениях. Иначе вы наломаете таких дров, которые в том числе могут закончиться расторжением отношений, то есть для кого-то расторжением брака, для кого-то расторжением бизнес-партнерства. И скрыться от этой проблемы вам как бы не удастся, потому что вот именно этот период ретроградного Марса, который указан на слайде, однозначно будет возвращать вас в решение вот этой возникшей проблемы, да, то есть для того, чтобы, ну, скажем так, ситуация сдвинулась с места, с мёртвой точки, и вы, наконец-то, ну, разрешили этот конфликт. Также на слайде вы видите периоды ретроградности Сатурна и Юпитера. Это у нас две большие планеты, которые из большего возвращают именно вас в нерешённые задачи по своим темам, которые мы обсуждали с вами ранее в этом видео. И они будут либо давать вам, ну, задержки в реализацию задуманного, да, то есть, например, по Сатурну у вас будут задержки, препятствия в получении своего дохода, и вам однозначно придётся вернуться к этим вопросам, да, и каким-то образом реорганизовывать свою финансовую стратегию, свой бюджет, либо способы получения дохода, да, либо там искать новые источники получения дохода, ну, либо, опять же, искать инструменты, с которыми вы будете как-то доставать свой доход. То есть тут, по факту, вам придётся пересмотреть ситуацию как будто с высоты птичьего полёта и подтянуть те хвосты и те косяки, да, то есть за что под те финансовые дыры, которые у вас уже образовались. И тут главное всё оформлять и выстраивать таким образом, чтобы всё было правильно, согласно закона, без разного рода махинаций и тайн. А кому-то из вас придётся всё-таки вернуться в тему здоровья и, например, залечить зубы или нормализовать своё питание, то есть доделать то, на что вы ранее махнули рукой. И аналогичная ситуация у нас также с вами по Юпитеру. Например, он может давать вам какие-то задержки с запуском и с реализацией собственного проекта, либо это, опять же, будут ситуации, когда надо пересмотреть свой подход к воспитанию ребёнка. То есть, опять же, это ситуация, когда что-то надо переделать. Но Юпитер, в отличие от Сатурна, да, планета у нас добрая, и он, по сути, вам как бы дарит второй шанс, когда вы не воспользовались ранее этим моментами ситуации. Например, ранее у вас уже была идея, например, запустить какой-то свой курс, да, либо показать миру сборник своих стихов, либо какие-то иные результаты своего творчества. Но ранее вы не решались, ну, либо времени у вас не было, либо стеснялись. Так вот, сейчас пришёл тот самый момент, когда надо брать и действовать, потому что, по сути, это путь, который предназначен вам судьбой. Ну, и вас как бы будут пихать, давай реализовывайся. Ну, а мы с вами идём дальше и переходим к теме затмений, потому что, я думаю, ну, кто-то из вас уже слышал на просторах интернета, как астрологи активно страшат этими коридорами затмений. Ну, давайте разбираться. У нас в 2024 году с вами будет два коридора затмений. Одно весеннее, второе осеннее. Длится коридор затмений ровно две недели. Он всегда происходит на оси Раху Кету. Это ваши такие кармические задачи, да, которые мы с вами в целом-то обсуждали уже в этом видео. И своего рода коридор затмений своими, ну, теми жизненными обстоятельствами, которые приносят ваши жизни, он проверяет, устраивает вам экзамен, насколько качественно вы двигаетесь в том либо ином направлении, там ли вы навели порядок, да. И опять же, вот этими обстоятельствами он, по сути, вам указывает новый вектор направления, в котором вам надо двигаться. То есть над чем вам надо поработать, какие навыки вам надо приобрести, какую новую стратегию для себя надо выработать. И да, в этот период, либо в этот период, либо чуть-чуть позже, однозначно могут происходить какие-то нежданно-негаданные события, которые могут вызывать у вас стресс и переживания. Но опять же, все это явление, по сути, временное. И тут есть важный нюанс. То есть по моей статистике, все-таки часть людей очень чувствительна именно к весенним затмениям, и прям что-то, ну, супер страшное в жизни происходит, скажем так, эмоционально страшное. А осенние затмения как бы проходят мимо, жизнь как шла, так и идет. А вот другая часть людей, наоборот, к весенним затмениям абсолютно нормально, ничего в их жизни не происходит. Но при этом осенние затмения дают о себе знать, и вот что-то прям очень важное и значимое проявляется в их жизни. Но опять же, у кого-то это могут быть позитивные изменения, у кого-то это будут какие-то кризисные ситуации. И вот сейчас попробуйте вспомнить свои предыдущие годы жизни и какие затмения оказывали на вас большее воздействие. Весной и летом, либо осенью и зимой. Ну и тогда вы, соответственно, будете знать, к чему готовиться. Но мы вернемся к нашему коридору затмений. И весной коридор открывает лунное затмение 25 марта в знаке Девы. Закрывает коридор солнечное затмение 8 апреля в знаке Рыб. И в пределах этих дат, то есть 3 дня до коридора затмений, 3 дня после еще, ну и сам коридор, соответственно, рекомендуется держать себя в руках и не поддаваться на провокации от других людей и вот тех жизненных обстоятельств, которые будут происходить в вашей жизни. Ну а тем не менее, лунное затмение будет в 9 доме вашего гороскопа. Это сфера, в которой вам надо наводить порядок, пакету, да, как мы с вами говорили ранее. И вот в пределах этой даты стоит ожидать каких-то ситуаций, связанных с вашим отцом. Могут быть, ну, какие-то проблемы у него. Либо вы вместе будете, там, выяснять отношения друг с другом. Также могут возникнуть вопросы, например, с государством, законом или с какими-то из своих учителей-наставников, да, если вы проходите какое-то обучение. То есть вы будете, ну, скажем так, эмоционально вовлечены в эту сферу, да, что для вас может послужить триггером. А к завершению коридора затмений по солнцу вам надо все-таки сесть и подумать, какие вы планируете предпринимать дальнейшие действия для своего проявления. То есть, возможно, кто-то из вас захочет вести блог, развиваться, раскручивать, раскручивать свой личный бренд, раскручивать себя, свою экспертность, проявляться более активно на каких-то медиаплощадках, либо собирать клубы единомышленников, заниматься творчеством, расширять поток клиентов, контактов. И, по сути, это и есть ваша зона развития, о которой мы тоже ранее говорили в этом видео. И вот именно в ближайшие полгода после коридора затмений, потому что результаты одного коридора затмений, они действуют именно полгода до начала следующего коридора затмений, все свои планы, которые вы накидали, вам надо начать реализовывать. То есть, написали, пошли, сделали. А в этот день, коридор затмений, у нас все-таки открывает лунное затмение 18 сентября, но в знаке рыб, а закрывает его солнечное затмение 2 октября, но уже в знаке девы. И по лунному затмению, которое будет в третьем доме вашего гороскопа, будут подниматься такие вопросы, которые касаются в первую очередь отношений, ваших отношений с братьями и сестрами, либо будут подниматься вопросы по заключению сделок или по оформлению каких-то документов с вашими клиентами. И в целом, в этот период вам надо осознать свою внутреннюю силу, проанализировать те обстоятельства, которые вообще происходят у вас в жизни, и подумать, а как вы в дальнейшем будете реализовывать свои планы. Возможно, вам придется поменять какие-то свои ценности, подходы для осуществления желаемого. А вот по солнечному затмению вы придете к осознанию того, что вам надо менять какие-то свои авторитеты, вам, возможно, надо поменять своих каких-то учителей-наставников, поменять жизненные ценности, цели какие-то, планы на жизнь, составить новый план по дальнейшей реализации, и в целом подготовиться к новым переменам в своей жизни. И, возможно, кто-то из вас решит проходить какое-то новое для себя обучение, может, как раз-таки в этот период вам на глаза попадется информация о каком-то хорошем курсе или о тех навыках, которые вам надо приобрести, исходя из ваших личных целей. Либо, на самом деле, кто-то из вас познакомится с новым для себя человеком, который впоследствии окажет на вас достаточно сильное, в том числе авторитетное влияние. И, опять же, в жизни вашего отца могут быть перемены, но характер этих перемен, он может быть не очень благоприятным. И, опять же, вот это затмение, оно послужит началом каких-то кризисных ситуаций в жизни вашего отца. И вполне возможно, что у кого-то ситуация проиграется в даты затмений, а у кого-то, опять же, в следующие полгода, до начала следующего коридора затмений. Ну, а давайте посмотрим еще на каждую сферу в более мелком диапазоне периодов. Я, опять же, напоминаю, что это общая тенденция, и, возможно, ну, кого-то из вас ваш личный гороскоп защитит, а кому-то, наоборот, подтвердит, что вот этих событий, о которых я буду говорить, и вот этих периодов не избежать. И таких тем и слайдов у нас будет с вами 4 штуки, 4 сферы разберем. Поэтому либо ставьте видео на паузу, чтобы выписать даты, либо делайте принт-скрин, чтобы сохранить себе вот эту информацию. И начнем мы с вами с темы здоровья. И первый пункт — это обследование и чекап организма. Или еще как вариант, вот в эти даты, в эти периоды может проявляться какое-то социальное отстранение. Когда вы отстраняетесь от бытовых дел, от бытовой жизни, вы не столь активны в повседневных делах, ну и как будто переходите немного на такой сберегающий режим. И опять же обстоятельства могут склонять вас побыть в одиночестве, чтобы подумать над каким-то своим дальнейшим планом действий, либо вам просто в эти периоды захочется спрятаться от окружающих. Далее лечение, и это вероятные даты, когда кто-то из вас может пить, например, витамины для профилактики, ну либо иными способами заниматься профилактикой здоровья. А у кого-то может произойти обострение заболевания, и потребуется медикаментозное лечение. Либо могут, опять же, проявляться какие-то другие манипуляции по здоровью, которые вы будете проводить в этот период. Например, кто-то из вас будет лечить зубы. И последняя дата — это вторая половина 2024 года, когда могут происходить какие-то неожиданные стрессовые непредвиденные ситуации, которые вполне возможно, что повергнут вас в какой-то эмоциональный стресс, в эмоциональный шок. И вот здесь важно держать все-таки руку на пульсе, потому что может произойти абсолютно все, что угодно. Идем далее, и это личная жизнь. И тут вы, опять же, видите три градации, потому что первая градация — это какие-то неприятности и расставания с партнером. И в эти периоды вы можете либо поставить точку в отношениях, у кого-то это может проиграться, как, например, резкая спонтанная поездка, когда вот либо вы, либо партнер уезжаете, например, в командировку или для решения каких-то других семейных вопросов. И вот таким образом происходит вот это вынужденное расставание. Также в эти периоды, например, в жизни вашего супруга либо супруги могут происходить какие-то тоже неприятные стрессовые ситуации, поэтому тоже можете его предупредить, чтобы действовал аккуратно. Вот. И, конечно же, в это время не поддавайтесь на выяснение каких-то отношений, скандалов, хотя вот провокация со стороны внешних обстоятельств она однозначно может присутствовать. Также процветание в личной жизни — это такие благоприятные периоды, периоды романтики, наслаждение личной жизнью, когда на самом-то деле все идет хорошо, все как по маслу, красиво, вы наслаждаетесь вот этими партнерскими взаимоотношениями. И, например, если вы холосты, то в этот период времени вы можете с кем-то познакомиться, у вас появится ухажер, да, либо в этот период вы вступите в официальные отношения с кем-то. Опять же, этот период символизирует рост и процветание ваших партнеров. Кто-то может получить новую должность, да, у кого-то будет сопутствовать иная удача в рабочих вопросах типа заключения сделки, повышения зарплаты и так далее. И есть еще у нас период конфликтов, это когда обстоятельства будут склонять именно вас к выяснению отношений в паре. И могут быть споры, конфликты, ну, например, вследствие разногласия взглядов на решение какой-то ситуации. Либо у кого-то это проиграется как болезнь партнера, у кого-то как измена. И также вы можете заметить, что некоторые периоды из разных категорий друг с другом, опять же, пересекаются. Но одно другому не мешает, и жизненные ситуации бывают абсолютно разные. Тем более, что у каждого из вас есть, опять же, свой персональный гороскоп, обещание которого тоже надо учитывать. Поэтому у кого-то из вас проиграется, например, расставание, а потом тайная связь и новое знакомство. У кого-то сначала это будет конфликт, а потом расставание, да. А у кого-то из вас это будет, например, сначала конфликт, потом примирение и процветание в личной жизни. Либо, опять же, это может быть примирение и процветание, но уже с новым партнером. То есть, опять же, у каждого из категорогов это будут свои обстоятельства. А мы с вами идем дальше. Следующий слайд — это у нас карьера и статус. И тут подразумевается как профессиональный статус, так и социальный статус. Ну, социальный статус — это у нас что? Оформление каких-то важных документов, типа там получение ВНЖ, получение гражданства, женился, развелся и так далее. И вот на слайде вы, опять же, видите у нас три промежутка времени, которые являются наиболее благоприятными как для карьеры, так и для подачи документов на изменение своего социального статуса, неважно какого. И вот если вы, например, что касается профессии, хотели попросить повышение в должности, например, перевестись в новое дело, попросить повышение зарплаты, то однозначно в период процветания это делать можно. Но также у нас есть графа «Рост через трудности». И это такие периоды времени, в которые могут проявляться обстоятельства, либо какие-то вот вопросы, которые будут вам немножко мешать в продвижении. Могут возникать какие-то проблемы, которые надо решать, и вы вынуждены будете преодолевать вот эти препятствия. Ну, я бы не сказала, что они прям суперсерьезные, поэтому вы однозначно с ними справитесь и достигнете подставленных перед собой целей. И затем вы видите не самые благоприятные для вас периоды для принятия каких-то, ну, либо важных решений, либо для запуска каких-то новых проектов, либо для общения со своим, например, руководством. Да, и в целом эти периоды не очень благоприятны для того, чтобы проявлять себя на публике. Поэтому в этот период у вас может, например, не хватать сил, все будет как будто валиться из рук, да, либо будут возникать какие-то очень сложные, непредвиденные там препятствия, ситуации, которые будут мешать реализации задуманного. Поэтому однозначно держите руку на пульсе. И мы идем далее, еще один слайд, это финансы. И так уж устроено в нашем гороскопе, что деньги однозначно, они не зависят от занимаемой вами должности. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с этими датами, периодами, когда стоит ожидать роста и процветания финансовых поступлений. Это что-то из серии, когда либо вам выпишут премию на работе, либо кому-то из вас в этот период поднимут зарплату, либо это могут быть иного рода финансовые поступления, как вследствие купли-продажи чего-то, да, у кого-то это может быть как финальный расчет, когда меняешь место работы, например, у кого-то, как через заказание каких-то дополнительных услуг, могут прийти деньги. А вот в разделе потери траты, все-таки смотрите аккуратно, потому что, ну, с одной стороны, если вы планируете совершать какие-то крупные покупки, например, куда-то инвестировать деньги, во что-то их вкладывать, тогда это однозначно хорошо. Но если вы не планируете в эти даты вкладывать какие-то деньги, ну, смотрите аккуратно, потому что обстоятельства будут складываться таким образом, что вам придется за что-то заплатить, куда-то деньги вложить, например, это может быть ремонт, лечение, помощь кому-то и так далее. То есть какие-то непредвиденные траты. Поэтому, друзья, наверное, в общих чертах это все, чем я хотела с вами поделиться. Пожалуйста, помните, что это все-таки общий прогноз для козерогов. Если вы хотите получить более персонализированный прогноз, то все-таки рекомендую вам обратиться на консультацию к профессиональному астрологу. И обязательно подписывайтесь на этот канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!